Ребята, у меня идея. У всех операционных систем в мире нормальные названия, в основном номера. Давайте и мы в этот раз назовем macOS как-нибудь по-человечески. Отличная идея, пусть будет El Capitan. Почему El Capitan? Ну, ты что, это же название горного пика в парке Yosemite. А. Привет, обитатели интернет и мобильных сетей. Вы смотрите Дройдер Шоу. Как всегда, самое интересное из мира гаджетов, интернета и технологий за неделю. В начале недели Apple провела ежегоднюю конференцию для разработчиков WWDC на том же самом месте, где десятком дней ранее прошла Google I.O. на том же самом месте. Главными анонсами стали свежие версии трех операционных систем — macOS, iOS и watchOS. В мобильной операционке новшества касаются в основном обновленных приложений. А именно, карты научились прокладывать маршруты с общественным транспортом, а в заметках появилось форматирование. Еще добавился агрегатор новостей — приложение Apple News. Пожалуй, самое существенное и заметное внешнее изменение — это возможность разделять экран на два приложения, реализованное на iPad. Привет, Windows 8. Ожидаемо прокачали и голосовой ассистент Siri. Во-первых, он теперь работает вместе со встроенным поиском. Во-вторых, изменился дизайн. В-третьих, помощник научился работать в контексте. Идея такая же, как с Google Now on Tab. Внутри каких-либо приложений можно создавать напоминания, события или искать что-либо, связанное с контентом. Кстати, суперподробный обзор первой беты iOS 9 можно посмотреть у нас на канале прямо сейчас. Но лучше сначала досмотреть это видео, а потом... ну, вы конец. Самое крутое в новой macOS — это ее название — El Capitan. Еще у операционки улучшилась скорость работы, поиск Spotlight стал умнее, и опять-таки разделение окошек приложений стало удобным. Теперь про операционку для умных часов — WatchOS. WatchOS обновили. С особой помпой представили сервис Apple Music. Тим Кук даже не постеснялся использовать сакральную мантру One More Thing. На деле Apple Music представляет собой площадку для прослушивания всей, хотя ходят слухи, что, возможно, и не всей, библиотеки iTunes с возможностью сохранять треки на устройстве. Еще встроено подобие Инстаграма для музыкантов и их фанатов под названием Connect. Стоить будет 10 долларов в месяц. Частью сервиса является специально запущенное круглосуточное радио Beats One. Да, причем радио в таком классическом понимании из 60-х с диджеем, пластинками и вот... И по окончанию конференции двух крупнейших IT-компаний Google I.O. и WWDC у меня осталось два ощущения. Первое — все-все у всех воруют. Уникальных идей крупнейших IT-компаний становится все меньше. Это, конечно, неплохо для потребителя, но не очень хорошо для конкуренции. А второе — в этом году, положа руку на сердце, Apple и Google соревновались не по крутости новинок, а по унынию своих конференций. В общем, да, кто-то представляет гаджеты из картона, а кто-то запускает радио в 21 веке. Там, там, live and let die. Поэтому мы поехали на игровую выставку E3. Уверен, там будет круто. Следите за всеми обновлениями у нас на канале и подписывайтесь, если вдруг еще этого не сделали. Подписывайтесь! В четверг компания Oculus VR провела презентацию, на которой показала финальную версию своего шлема виртуальной реальности Oculus Rift. Финальную версию! Итак, во-первых, гаджет стал легче и удобнее. Во-вторых, в шлем встроили наушники, которые при желании можно заменить на собственные. Отдельно объявили о партнерстве с Xbox. В комплект с Oculus Rift будет входить геймпад от Xbox One. В этом нет ничего удивительного, учитывая то, что PlayStation есть собственный проект виртуальной реальности Project Morpheus, так что идти больше было некому. Но забудем о традиционном геймпаде. Самое интересное — это новый контроллер, который тоже представили. Называется он Oculus Touch. Это парный беспроводной геймпад, напоминающий Move от PlayStation. На каждой части присутствуют привычные аналоги, кнопки и курки. Метки на корпусе позволяют камере консоли распознавать контроллер. А еще он умеет определять жест хватания. Думаю, будет полезно. Короче говоря, все это позволит геймеру еще сильнее погружаться в виртуальность. Жаль, что в продажу все это попадет только в начале 2016 года. Интересно, что свое мероприятие Oculus провели в наглую прямо перед E3. Возможно, чтобы оттянуть часть внимания от конкурентов. Вероятно, что другие компании покажут тоже что-то подобное. Ну а мы будем держать вас в курсе дела. Сразу оговорюсь, эту новость мне пришлось включить в выпуск, потому что за нее проголосовали в нашем паблик-чате в Viber. Если вы хотите в следующий раз поучаствовать и не допустить подобного, то присоединяйтесь. Ссылка есть в описании. Итак, выдохнули, поехали. Московский адвокат подал в суд на Apple из-за ЛГБТ-смайликов в айфоне. Дело в том, что с вопросом о предназначении смайликов к нему обратился сын, получивший в подарок iPhone 6. Как сообщается, после этого отец забрал смартфон и решил обратиться в суд. Полученный моральный ущерб юрист оценивает в 985 тысяч рублей. То есть примерно в 20 айфонов. В одном из последних обновлений iOS действительно появилось большое количество новых смайлов, и мне кажется, это один из тех случаев, когда новые фишки встречают большим негативом. И снова обыгров. В конце июня сервис PlayStation Plus отразует пятилетний юбилей и отмечаться он будет скидками. Что неудивительно, но самое крутое подписчики сервиса получат удвоенные дисконты. Итак, Far Cry 4, обновленная версия Last of Us и Infamous 2-й сын идут с 50% сейлом. А на Wolfenstein The New Order можно получить скидку 70%. То есть по акции она стоит 900 рублей. Пожалуй, для меня это самая яркая игра прошлого года, потому что можно делать вот так. Так что, если еще не пробовали, очень рекомендую. Акция продлится две недели с 10 по 24 июня. Все подробности в онлайн-магазине PlayStation Store. А за анонсами свежих тайтлов на Е3, которые будут совсем скоро, следите у нас на канале. В этот раз начнем с робота, которого обучал сам мастер самурайского меча Исао Мати. Готовьтесь к крутому слову моего видео с разрубанием катаны всего и вся. На самом деле, все это было сделано ради того, чтобы показать, насколько совершенные промышленные роботы способны производить компания Yaskawa Electric Corporation, а заодно отметить свой столетний юбилей. Как все было? Сначала пришлось научить роботу-руку Motoman MH24 также мастерски махать катаной. Для этого инженеры записали движение Исао Мати посредством Motion Capture, а затем модель поведения загрузили в память робота. После чего начали соревнования и давай рубить все, что под меч попадется. Фрукты, овощи, цветы и, конечно, бамбуковые циновки, на которых обычно и тренируются. Финалом стало последнее состязание разрубить циновки тысячу раз. Хоть в итоге и победила дружба, робот, в отличие от человека, совсем не устал и мог бы еще рубить и рубить, пока катана не затупится. По-моему, получилась отличная и очень зрелищная демонстрация совершенства робототехники. Кто фанат японской культуры и роботов, обязательно посмотрите весь ролик. Он того стоит. От меча переходим к автоматам. Готовьтесь лицезреть лазерную винтовку, собранную на коленках, с мощностью в 40 ватт. Ее создал 22-летний американский студент Дрейк Энтони университета Эллинойс. У себя в гаражике. Он использовал 8 5-ваттных лазеров, которые направил на огромную линзу, фокусирующие лучи в один поток. После чего он проверил свое творение на воздушных шариках, которые мгновенно полопались. Затем поджег, что нашел, мячик для пинг-понга, дерево, бумагу. Все вспыхило сразу же при попадании луча. Конечно же, до джедайского светового оружия лазерной пушки еще далеко. Но, учитывая, сколько прибамбасов Дрейк делает каждый год, не удивлюсь, если в итоге у него получится что-то похожее. Хоть на видео все выглядит эффектно, не сказать, что лазерное оружие шагнуло далеко вперед. Все-таки танки из него не повзрываешь. Но то, что собрать такую пушку можно в домашних условиях внушать некоторые опасения. А теперь о домашней утвари. Мне кажется, еще пока никто не пытался переизобрести духовку. А вот стартап Jun, похоже, показал, как может выглядеть чудо-печь будущего. Главным нововведением стала встроенная камера и весы прямо внутрь духовки. Ну и, конечно, множество различных датчиков. В итоге, Jun Intelligent Oven способна сама определить продукты или блюда, которые вы собираетесь готовить. И в соответствии с этим выбрать подходящий режим. Кроме того, камера может быть использована для фоточек и видео. Например, делать эффектные таймлапсы, как готовится еда. А потом делиться ими в Инстаграме. Управление девайсом минималистичное, как у айфона. Одна универсальная ручка и 5-дюймовый сенсорный экран. Печь соединяется по Wi-Fi и может работать в паре со смартфоном, что позволяет пополнять и без того обширную коллекцию рецептов прямо из интернета. Получилась я такая хипстерская умная духовка со встроенным фотиком. По-моему, идея отличная. Я желаю всячески стартапу удачи. Ну а сам думаю уже о покупке. Я, как фанат фото, просто не мог пропустить эту новинку от компании Leica. Ребята наконец-то встроили в свою компактную камеру полнокадровый сенсор. И на этом фишки не заканчиваются. Leica Q, так ее назвали, получила 24-мегапиксельную фулл-фрейм КМОС-матрицу, 3-дюймовый сенсорный дисплей, никакой встроенной вспышки и правильно. А также объектив на 28-миллиметров с диафрагмой 1,7. Все это упаковано в классический Leica'овский дизайн и весит 640 граммов. Но самая интересная фишка, по-моему, это элементы управления фотоаппаратом. Все можно быстро и удобно устанавливать вручную, как на старых добрых пленочных фотиках. Прямо на объективе меняем диафрагму и фокус, конечно. Выдержка тоже на крутилке под рукой. Имеется также видоискатель и функции видеосъемки. В Full HD 60 кадров в секунду. В общем, очень любопытный девайс. Не терпится его скорее протестировать и посмотреть на живые фоточки. Не все же Sony делать компактные фуллфреймы. Правда, забыл сказать о большом недостатке. Цена аппарата составит 4250 долларов, что в переводе на наши деревянные по текущему курсу составит около 230 тысяч рублей. Но это же лейка. Всем пока. Не забывайте подписываться на наш канал. Ну а с вами были Валерий Истышев и Борис Вединский. Как еще можно сделать мир немного лучше? Подписаться на нас в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере или в Инстаграме на наши личные или Дроидеровские аккаунты. Все ссылки есть в описании. Так что ждем вас и до встречи в будущем. Искиньте еще имена на Ка. Ка... Катерин. Казимир. Финальную версию, Казимир. Продолжение следует...